В эфире программа «События» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Нет несанкционированным свалкам. На борьбу с мусором выйдут беспилотники. В 70 жизнь только начинается. В Самаре увеличилось число долгожителей. Врачи-геронтологи подвели итоги работы. Крепкая вера, крепкая семья. В Самаре начала работу культурно-просветительская программа христианского отношения к браку и семье. Им сверху видно все. В Самарской мэрии на борьбу с несанкционированными свалками планируют привлечь современные технологии. Беспилотники будут патрулировать город. Нарушители ждут беспощадные штрафы. Кроме того, водители грузовиков, которые выгружают строительный или бытовой мусор в местах для этого непредназначенных, будут проверяться по всем статьям. От наличия разрешения на работу до техосмотра машины. Об ужесточении борьбы с теми, для кого словосочетание «чистый город» – пустой звук потерял Марина Матвейшиной. Беспилотники на страже чистоты в мэрии Самары совместно с силовиками планируют использовать летательные аппараты для борьбы с незаконными свалками. Видео и фотофиксации сброса отходов необходимы и очень удобны, особенно когда не удается застукать нарушителя на месте преступления и приходится доказывать его вину. Беспилотники также помогут обнаружить и новые места своза мусора. В этом году органы полиции активно подключились к борьбе со стихийными свалками, и это уже дает свои плоды. Порядка 50 пронарушений были предотвращены на месте путем вмешательства органов полиции и инспекторов департамента. То есть отвал грунта был предотвращен. Положительное снижение количества свалок, оно налицо. Поэтому и всякое содействие именно привлечения водителей за вывоз грязи на проезжую часть после, скажем так, сброса отходов. Соответственно, здесь мы работаем, привлекаем водителей к административной ответственности. Несмотря на то, что за последние три года количество свалок сократилось в три раза, этот вопрос все еще остается актуальным для Самары. Сейчас на территории города находятся 170 мест незаконного складирования как бытовых, так и строительных отходов. Олег Фурсов призывает полицию применять к нарушителям более жесткие меры, вплоть до привлечения их к обязательным общественным работам. Кроме того, такие люди должны проверяться, что называется, от и до. Отсутствие разрешения на работу, задолженности по налогам и штрафам. Мы говорили о том, что в отношении этих перевозчиков нужно создать невыносимые просто условия. Значит, во-первых, они возят все это вечерами, по ночам. И патрульные машины, по-моему, без особого труда могут их останавливать, интересоваться, куда они везут этот груз. Ну а в случае, так сказать, если мы видим, что происходит несанкционированный сброс, по полной программе, значит, надо их наказывать. В борьбу с незаконными свалками активно включились и районные администрации. Это входит в список их полномочий. Общероссийский народный фронт отмечает, улучшения видны невооруженным глазом, но есть куда стремиться. Нужно привлекать активно граждан, общественность, и мы тоже в этом направлении будем работать. В городе начнет работу горячие линии, на телефоны которой смогут звонить неравнодушные самарцы и рассказывать о фактах незаконного складирования мусора. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. Долгожителей стало больше. Только в Самарской области проживает 9 тысяч человек старше 90 лет. Первые итоги гериатрической службы в России подвели сегодня на Всероссийском совещании. Повысить качество жизни людей пожилого возраста – одно из приоритетных направлений работы власти на всех уровнях. Немалую роль в этом играет совместная работа медицины и социальной службы. Каких успехов в гериатрии добилась Россия и Самарскую область узнала Олеся Корецкая. Каждый человек должен жить долго и быть здоровым. Именно для этого и работает гериатрическая служба в России. Старикам нужен не только почет, но и хорошее медицинское обслуживание, а также помощь во всех социальных сферах. В настоящее время в стране активно идет процесс старения населения, который выражается в увеличении числа людей старшего поколения. Это вызвано как снижением суммарной функции грабдаемости, так и ростом продолжительности жизни. Комплексный подход нужен. Нам нужны и социальные работники, и работники образования, и медицинские работники. Только тогда мы справимся с теми демографическими проблемами, которые сегодня существуют. Смертность снижается, продолжительность жизни растет, но проблем еще много, отмечают участники Всероссийского совещания по гериатрии. Здесь представители медучреждений из более чем 50 регионов страны. Делятся опытом, сравнивают показатели. Самарскую область ставят в пример. Здесь уделяется большое внимание людям старшего поколения. В прошлом году открылась гериатрическая больница и профильный научно-практический центр. А на базе медуниверситета начала работу кафедра гериатрии. На совещании наградили тех, кто вошел в список 500 лучших терапевтов страны. В Самарской области их трое. От работы терапевтов на участках в большой мере и зависит здоровье людей преклонного возраста. Они нуждаются в постороннем уходе близких. Близким людям надо работать. Поэтому большое значение имеет помощь социальных служб для родственников. Наш участок находится прямо в микрорайоне. Медицинская помощь доступна нашему населению. Бабушки могут даже зайти, просто прогуливаясь, гуляют. Зайти по мере давления, поговорить с врачом по каким-то проблемам. Даже не всегда медицинским. В Самарской области более 600 тысяч человек старше 60 лет. Есть и почетные долгожители, кому перевалило за 100. Повышение качеств медицинской помощи ощутили на себе и самарцы. Валентина Писарева в поликлинике частый гость. Все, что выслушают, направления какие-то дают. Я операцию на глаза брала, это направление. Я считаю, нормально. Я не знаю, как другим. Вроде бы все хорошо. Медработники напоминают. Результат лучше, когда пожилые пациенты сами заинтересованы в своем здоровье. Вовремя проходят профосмотры и диспансеризацию. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов. События. Две с половиной тысячи новобранцев из Самары пополнят ряды вооруженных сил России. Чтобы молодые люди охотнее шли служить, в регионе проводятся Дни призывника. Все желающие могут познакомиться с боевым оружием, защитой, амуницией и техникой. Насколько будущие солдаты готовы к юности в сапогах, расскажет Лариса Шалафаст. Будущий солдат, а ныне студент Владислав Михайлов автомат собирает не впервые. Но в норматив не уложился. На все про все ушло больше минуты. А надо управиться максимум за 40 секунд. Результат на троечку. Ну, если я вспоминаю со школы, в школе я быстро собирал. Ну, учили. А сейчас и холодно, руки замерзли. Не очень быстро. На площадках Дня призывника все желающие могут попробовать солдатскую кашу, подержать настоящее боевое оружие, посмотреть, как устроенная военная техника внутри и даже испытать на себе степень защиты армейских бронежилетов и касок. Дни призывника прошли в каждом районе Самары. Сотрудники военкомата уверены, такие акции помогают молодым людям лучше понять, что их ждет в армии и заинтересовать будущих солдат. Председатель призывной комиссии отмечает, что сейчас молодежь идет с большим желанием. Я могу сказать, что даже, может быть, не с желанием служить, но с пониманием того, что служить надо, это сейчас уже понимают все. И сейчас у нас, в принципе, больших проблем с уклонистами сейчас нет. Вот, ребята идут, причем все, основная масса стремится попасть в элитные части, в десантный спецназ. В ряды армии в этом году призваны 2500 самарцев. Они будут проходить службу на всей территории страны, от Калининградской области до Сахалина. Лариса Шлафас, Артем Сулайманов, События. Далее, коротко о других темах дня. В Новокобышевске по подозрению в убийстве женщины и сына задержан мужчина. О зверской расправе стало известно в четверг. Тела матери и сына с множественными ранами были обнаружены в квартире на улице Победы. Подозреваемый задержан на 72 часа. Кто он, какое отношение имеет к погибшим и на чем основываются подозрения, пока неизвестно. В оперативных службах говорят, что если улик не будет найдено, мужчину отпустят. Следственное управление Следственного комитета тоже проверит информацию об избиении ребенка в Тольяттинской школе. Напомним, 27 октября в СМИ появилась информация о том, что якобы 29 сентября учительница Тольяттинской школы ударила 8-летнего мальчика головой о парту. О происшествии силовикам сообщила бабушка ребенка. Позже в полицейском главке опровергли эти данные. Проект моста через Волгу у Климовки подготовят в первой половине 2017 года. Напомним, что данный проект власти планируют реализовать с помощью федерального финансирования за счет средств, полученных в результате работы системы Платон. Мост соединит правый левый берег Волги от Климовки до автомобильной дороги Тольятти-Ягодная с выходом на трассу М5 «Урал». Его протяженность составит 3,8 километра. Из Самары вновь напрямую можно будет улететь в Дубай. Первый вылет запланирован на 29 октября. Кроме того, в осенне-зимнюю навигацию перевозчик будет осуществлять прямые регулярные рейсы из Самары в Душанбе, Ереван, Москву, Ож, Сочи, Тель-Авив, Дубай и Худжанды. Боковой проезд московского шоссе от проспекта Кирова до улицы Бубного будет закрыт с понедельника 31 октября. По этой причине в Самаре изменятся маршруты автобусов К56, 96, 203, 261, 206 и 205. Подробную схему движения можно посмотреть на сайте городской администрации. Рожденные в сердце России в регионе в четвертый раз проходит фестиваль самодеятельного народного творчества. Участвуют все районы губернии. Выступления ансамблей, яркие хореографические номера и даже театральные постановки. Каждый муниципалитет представил на суд жюри обширную программу. Народным творчеством прониклась и Алина Чемерис. Постановка по мотивам советского фильма «Свадьба с приданым». Любовная история двух лучших бригадиров, соревнующихся колхозов. Она ударница труда, он никак не может догнать ее по показателям. Они то ссорятся, то мирятся, но в результате все же женятся. Эту историю артисты из Алексеевского района переложили на свой лад и посвятили местной героине Розе Митрофановне Овчаровой. В зале ее сегодня нет, по состоянию здоровья. Она полвека была председателем колхоза, вывела его в передовые. Работала она председателем колхоза, а я закончила в это время сама сельскохозяйственную институтку. Видела ее уже как профессионала работница. Прекрасная, очень старательная, знающая дело, организаторная, добросовестная, очень хорошая. И дела у них в колхозе очень были хорошие. Самые высокие урожаи были. Люди получали побольше зарплату. Фестиваль «Рожденные в сердце России» проходит в регионе каждый год. Участвуют все муниципалитеты. Сегодня, кроме Алексеевского, выступают Большеглушицкий район и Пестравка. За звание лучшего борются по трем номинациям. Сематический концерт, театрализованное представление, концерт-диверсисмент. Творческие программы посвящены году кино. Победители ждут ценные призы. Это, конечно, денежные призы. Это первые три места в каждой номинации. Это денежные призы району. И концертная программа, получившая гран-при, это автобус. Следующий концертный день, 31 октября, свои программы представят Тольятти, Сызранский, Большечерниговский, Кенельчеркасские районы. Завершится фестиваль 12 декабря. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. Семейные ценности в православном контексте. В Самаре начала работу культурно-просветительская программа христианского отношения к браку и семье. Музей имени Алабина на несколько дней станет центром проведения семинаров, конференций и даже мастер-классов по народным ремеслам в рамках благотворительной выставки. У мероприятия есть и своя духовная святыня. На открытии побывал Олег Зверев. Редкий раз, когда икона – избавительница от бед в Самаре. Обычно она хранится в селе Ташла и вывозится только в исключительных случаях. Сегодня один из них. В музее имени Алабина начала работу культурно-просветительская программа «Семейные ценности». А чудотворный образ Богородицы как раз покровительствует семье. Привет, целая Богородица, спаси вас! Перед началом работы программы перед иконой отслужили молебен. Для участия в семинарах и конференциях в Самару приехали известные ученые, богословы, общественные деятели. По их мнению, семье, безусловно, нужна государственная поддержка, но еще более важно возрождение духовных традиций. Нужно воспитывать в божественных ценностях и определениях. Это прежде всего самим подавать добрый пример. Тогда от веры будет меняться и внутренний мир человека, и его сознание, отношение к ближним. Строится мироощущение другой божественной реальности. Конечно, сейчас все наше общество должно трудиться в том, чтобы укрепить семейные ценности. Это нужно, конечно, делать, как Владыка Сергий это делает, с самого раннего возраста, то есть с школьницами, дошкольницами, чтобы воспитывать детей. Брак – это божественное установление, таково учение церкви. Такого же понимания семьи придерживается общественная организация «Союз православных женщин». Она объединяет жительницы республик бывшего Советского Союза, которые продвигают идею семейного воспитания с детства. И сейчас получается так, что пройдя курс обучения основам православной культуры, дети приводят родителей в храм. Потому что святость брака, она церковная, она освященная самим таинством. Программа «Семейные ценности» проходит в рамках благотворительной выставки-ярмарки, которая продлится в музее имени Алабина до 31 октября. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов. События. А вот что вы увидите в наших следующих выпусках. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин